Добрый день! Пошел посылок из Китая. Здесь мы должны часы быть Ulefone Uer. Марс часы. Заказывал с магазине Gearbest по предзаказу. После отправки добрались быстро. За 10 дней ничего нет. В такой коробочке черный картон плотный. Информация Ulefone. Технология. Адрес. Твиттер. Фейсбук. Почта. Телефон. Шагомер должен быть. Сейчас посмотрим. Сами часы. Размер экрана по-моему 1,44 дюйма. Разрешение небольшое. 128 на 128. Должно хватить. В комплекте ничего нет. Маленькая инструкция. Даже не инструкция, а просто данные и код на скачивание приложения. Наверное. Все. Больше ничего нет. Сами часы. Браслет резиновый. Как на Xiaomi. Примерно качество такого же. Снимем пленочку. Здесь у нас металл. Должен быть не алюминий, а сталь какая-то. Чехол несъемный. Здесь тоже пленочка. Улефон. Написано. Сапфировое стекло кристалла. Сталь. Давайте попробуем. Для подзарядки используется микро-USB. Да, микро-USB. Закрыто заглушкой. С правой стороны находится кнопочка включения. Зарядил я. Часы были полностью разряжены. Вот так они выглядят. Имеется вроде как до... Сразу. Включается одним нажатием. Выключается, включается. Два циферблата. Больше пока не нашел. Перевод на русском есть. Но не полностью. Барометр. Профили разные. Кнопка включения, она же кнопка назад. Будет ли работать во время метра. Сейчас проверим. Заглушка вроде плотненько прилегает. Да, включилась. Сенсор такой очень чувствительный. Мониторинг движения есть. Пидометр это... Включать надо постоянно будет. Мониторинг сна. Аудиоплеер. Настройки Bluetooth. Что еще хотел сказать. Код который здесь он перекидывает просто на сайт. Сам код находится в самих часах. Вот он код для скачивания приложения. Что я могу сказать. Приложение на мой телефон. Android 4.3 установилось. Но телефон с часами не захотел соединяться. Соединился только с планшетом. Вот такое приложение. Скачивается. Здесь статистика должна быть. настройки. Но приложение только на английском. А с планшетом Android 5.1 соединился без проблем. Звонки приходят. Можно отвечать. Отходящий или ответить. Или сбросить. Bluetooth Music. Надо разбираться. Просто была распаковка контакты. Контакты все соединились. Ну видно когда синхронизация произошла. Журнал вызовов. Пропущенные. Сенсор я бы сказал очень чувствительный. Но где-то в настройках я видел. Можно изменить. Обор номера. Вызов. Здесь можно. Насколько сообщений. Входящие. Ладно. Разберемся потом. Кому будет интересно. Пишите. Отвечу на все вопросы. Если надо будет сниматься. Сейчас. Сниму еще видео как полностью. Потому что сейчас мне толком не понятно. Вот если сравнивать часы. Смарт-вотч соневские. Второго поколения. Более выглядит аккуратно. На руке выглядит. Наверное. Вот так. Застежка. Непривычно. Вот так. Более гладкие края. Что мне не нравилось. у Сони. Они выпирали. Квадратные такие. Получались. Лично цепляешься. Анти потеряй. Как-то. Смотреть часы. Ну. Искать телефон. Да. Происходит звонок. Что надо разбираться. Если будут вопросы. Звоните. Пишите в комментариях. Отвечу. Надо будет снимать видео. Ну. Настройки. Настройки телефона. Вот здесь. Дата. Время. Ну. Это не телефон. Это вот самых часов. Движение. Что-то есть. Датчик движения. Датчик. Другие настройки. Я толком еще не смотрел все это. Так что. Кому будет интересно. Давайте. Спасибо за просмотр. Пока. Пока.